Площадка почти в тысячу квадратных метров. Генеральному директору предприятия Алексею Мартыненко удалось разместить здесь лучшие в мире технологии и инновационные решения в производстве мягких рассольных сыров. Я не предполагал, что мы сделаем цех, который будет один из лучших в мире по технологичности, по инновациям, по решениям, которые здесь применяются. В новом цеху многие процессы автоматизированы и будет достаточно троих человек. Процесс смогли автоматизировать с помощью непосредственно этой машины. В него сливается сырное зерно вместе с сывороткой, автоматически откачивается излишняя сыворотка, которая идет на дальнейшую переработку и остается сырное зерно. Все приготовление идет в автоматическом режиме. Человеку остается следить за приборами, руководить процессом. Техника здесь заменяет даже штат лабораторных работников. Здесь мы также установили автоматический анализатор всех показателей. В России это одно из уникальных оборудований. Проверяется влага, жир, сухие вещества и содержание соли в полуфабрикате. Если есть отклонения, оператор регулирует онлайн. То есть сыр нестандартной консистенции и параметров не выходит на упаковку. В общем, сделано все, чтобы на стол потребителя попал качественный и вкусный продукт. Такой сыр и итальянцы с удовольствием съедят. Это будет моцарелла, которую будет не стыдно даже давать пробовать итальянцам. Потому что те итальянцы, которые здесь приезжают, они сразу вспоминают Неаполь, буйволинную моцареллу, потому что по структуре она точно такая же, как буйволинная моцарелла, только сделанная из российского молока. В строительство моцарельного цеха инвестировано порядка 1 миллиарда рублей. В день здесь могут переработать более 200 тонн молока. Такая модернизация позволит увеличить объемы производства в 2,5 раза. На открытии первые лица области лично посмотрели, как работает социально ответственный бизнес, как реализуются указы президента страны по импортозамещению. Новый цех, который построен по самым современным технологиям, и который сегодня выпускает продукцию, которая ничем не уступает европейскому, а превосходит. Я, когда еду в Москву или в Санкт-Петербург, мне говорят, привези сыр умалата, привези продукцию с умалата. Вот это уже говорит о многом. В новом цехе, кроме моцареллы, производят и сыры Кавказской линейки Сулугуни и Чечил. Умалат сегодня в лидерах по производству мягких сыров в России. А попробовать севскую моцареллу или маскарпоне могут и в странах СНГ. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов. События. Севск.